здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я ведь сегодня мы с вами разберем вот это волшебство я просто по-другому его назвать не могу это просто чудо какое-то они узор вот смотрите как он смотрится на махеровых ниточках единственное что не могу придумать ему прим применение кроме как для джемпера или кардигана такого из махера девчонки напишите что вы думаете изнанку к сожалению придется прятать так что шарф палантин не получится хотя палантин был красивый количество петель у нас вот эта вот часть эта полоса состоит из 10 петель далее 3 петли вот это вот цепочка и по 2 изнаночные петли по сторонам от нее то есть раппорт у нас состоит если вот так вот брать отсюда сюда 15 петель вот он раппорт одна цепочка 1 полоса узора еще одну цепочку вы чтобы они закрыты были с обеих сторон если 15 петель плюс 5 20 и вот для края я это я так набрала но это необязательно то есть плюс 4 петли вот здесь у меня еще одна дополнительная лицевая для края этого делать не обязательно значит 15 петель плюс 5 20 плюс 4 петли вот кромочная и одна дополнительная то есть я набираю для образца 24 петли так 24 петли первый ряд мы распределим первый второй ряд мы просто распределим вот эти петли по вот эти секторы значит первую кромочек первый ряд первые снимаем чтобы видно вам было и узор и работу хорошо первую снимаем вторая лицевая вот это это дополнительно это еще не узор далее пошел узор изнаночная 3 лицевые 1 изнаночная это цепочка 1 и 2 изнаночные по краям от нее далее 10 лицевых это это наш узор 2 3 4 5 6 7 8 9 10 изнаночная 3 лицевые изнаночная в конце лицевая и изнаночная вот эта кромка такая то есть сейчас у меня на спицах пока не видно две цепочки и один на одна полоса узора изнаночный второй ряд вяжем по узору как лежат петли где изнаночная там провязываем изнаночной где лицевая там провязываем и так третий ряд первую кромочную снимаем лицевая изнаночная вот эти три петли которые вот эти три петли которые вместе мы берем третью петлю и перед как бы ее переодеваем поверх вот этих двух то есть переснимаем перетягиваем ее и снимаем далее то есть ее больше нет вот мы ее перетянули сюда и сняли как бы обняв эти две петли далее лицевая накид лицевая вот мы ее и восполнили вот эту петлю этим накидом далее изнаночная здесь в этих 10 петлях 4 лицевые накид 2 вместе лицевой 4 лицевые изнаночная здесь снова делаем то же самое переснимаем вообще эту петлю протягиваете две в эту третью петлю лицевая накид лицевая изнаночная лицевая изнаночная изнаночная 4 ряд как лежат петли 5 ряд первую петлю снимаем лицевая изнаночная здесь мы просто провязываем эти три петли лицевой то есть вот этот вот саму цепочку мы будем выполнять через раз через один лицевой ряд вот это запомним и идем дальше так и изнаночная далее 10 петель узора 1 2 3 4 5 лицевых накид 2 лицевые вместе и 3 лицевые в конце 1 2 3 теперь изнаночная 3 лицевые цепочки изнаночная и последние две петли кромочная лицевая и изнаночная 6 ряд как лежат петли 7 ряд вот уже у нас видите 2 здесь 2 накида здесь первую вторую сняли провязали лицевой изнаночной снова здесь видно когда делать эту цепочку когда не делать переснимаем третью петлю огня в первую вторую 1 лицевая накид 1 лицевая изнаночная здесь теперь у нас мы видим да что вот эти накиды у нас перемещаются вот здесь вот хорошо видно здесь даже по сути считать не нужно но я считаю 1 2 3 4 5 6 накид 2 вместе 2 лицевые изнаночная здесь опять обнимаем 3 петлю и первые 2 лицевая накид лицевая изнаночная лицевая изнаночная восьмой ряд по узору так девятый ряд первую петлю снимаем лицевая изнаночная далее 3 лицевые здесь мы не делаем цепочку изнаночная изнаночная лицевые 1 2 3 4 5 6 уже 7 каждый раз добавляется накид 2 вместе лицевой еще одна лицевая изнаночная 3 лицевые 1 2 3 1 2 3 изнаночная и кромочная лицевая и изнаночная 10 изнаночный ряд по узору 11 ряд кромочная лицевая и изнаночная снова делаем цепочку ой-ой-ой-ой лицевая накид лицевая и изнаночная здесь уже последний раз видите у нас здесь в конце две петли 1 2 3 4 5 6 7 8 накид 2 вместе лицевой последняя далее уже после них у нас идет изнаночная цепочка переброс лицевая накидка лицевая изнаночная лицевая изнаночная вот так 12 изнаночный ряд по узору так 13 ряд первую петлю снимаем лицевая изнаночная 3 лицевые 1 2 3 и 1 изнаночная и вот в тринадцатом ряду что мы делаем нам нужно сделать вот эту бабочку каким образом вводим спицу у нас вот здесь вот 5 дырочек от накида вводим спицу в первый накид захватываем рабочую нить и вытаскиваем эту петельку и вот так вот делаем протяжку вот прям до спицы чтобы свободно она лежал далее вторая дырочка и тоже протягиваем 2 3 из каждой дырки 45 вот у нас из каждой дырочки мы сделали эти протяжки далее мы их одеваем на вот эту вот петлю все пять и провязываем здесь вот мы пытаемся ничего не затянуть чтобы у нас недель деформировалась полотну провязали эти 5 петель вернули еще раз провязали эту одну петлю видите то есть мы сделали такой вот парашютик и снова вернули и эту петлю мы провязываем с первой петлей так первая петля 2 3 4 делаем накид провязываем две петли вместе то есть мы все дальше продолжаем делать так как третьем ряду но только вот вначале мы сделали вот это вот 1 2 3 4 изнаночная 3 лицевые вот по сути девчонки и все вот далее мы вяжем начинаем с пятого ряда вот повторяем этот третий мы уже не берем в расчет потому что здесь мы не делали вот это вот этот парашютик да он у нас идет как 3 действительно третий ряд но далее мы вяжем начиная с пятого ряда вот по 2 по 13 вот вот и все девчонки в итоге получается вот такой вот прекрасный узор уж очень мне понравился напишите мне чтобы вы им связали попробуйте связать видите я вот здесь первая как вот первый парашютик у меня я сильно вытянула петли этого делать не надо то есть мало плохо и много плохо вот видите средне выберите потренируйтесь выберите среднюю свою как бы натяжение нити ну вот девчоночки все я с вами прощаюсь на сегодня спать с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока